Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы работаем расширенным составом. Сегодня у нас консилиум. Практически, да. Уже второй раз за историю нашей передачи. Помимо нас с Вадимом Родионовым в студии присутствует доктор-остеопат. Известный доктор-остеопат. Мой старинный друг Владимир Бомбенков. Добрый день. Почему я... Мы с Вадимом решили пригласить Владимира в гости. Ну, раз в два года надо. Да. Уже как бы пора. Дело в том, что мы мало того, что мы с Владимиром дружим, мы еще, в общем-то, хорошо работаем в паре. То есть, у нас часто случаются пациенты, которых мы ведем вдвоем. Владимир с подхода, с точки зрения остеопатии, наверное, лучше расскажет, в чем он заключается, чем я. Я с точки зрения психотерапии выясняю, что такой сдвоенный подход к человеку с и физическими, и психологическими проблемами имеет очень зримые преимущества. И мы хотим сегодня поговорить о том, что такое травма. Что такое травма психологическая, что такое травма с точки зрения остеопатии, и как это все пересекается, почему мы имеем удовольствие работать вместе. Володя, я тебя попрошу рассказать о том, что с твоей точки зрения травма и подход к ней. Ну, наверное, надо начать с общего. Вообще, что такое травма? Травма – это рана, то есть это повреждение организма под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды. И в результате травмы запускаются определенные процессы. И вот есть два основных игрока, скажем, на травматическом поле. Один игрок – это воспаление, то есть это процесс, который происходит непосредственно в очаге о травматическом. И второй процесс – это стресс, это реакция самого человека на травму. И вот здесь эти два игрока, они могут или вместе играть, или друг против друга. Если мы говорим просто о воспалении, то это неспецифическая реакция на повреждения, которая была выработана живыми организмами на протяжении своего развития. То есть она присуща всем нам, и это естественная реакция. И поэтому не всегда надо каким-то образом препятствовать этому процессу. Но когда мы говорим о воспалении, мы часто подразумеваем антибиотики, которые применяются для того, чтобы этого не допустить. Ну да. Но, допустим, у воспаления есть пять признаков. То есть они все нам не нравятся. Вот все. То есть это боль, покраснение, припухлость, повышение температуры, нарушение функции. От всех хочется избавиться, потому что они мешают жить дальше. Жить так, чтобы получить опять следующее воспаление. Но на самом деле, да, то есть это вот как с температурой. Некоторые понимают, что, допустим, до 38,5 лучше ее не сбивать. Да, потому что до 38,5 температура помогает клетке вырабатывать биологически активные вещества, которые помогают бороться с инфекцией. Но вот в остальной, в плане боли, да, люди сразу хотят ее, конечно, убрать. Потому что дискомфорт. Потому что дискомфорт, да. То же самое с психологической болью. То есть люди часто приходят и говорят, ну мне же от этого, я волнуюсь, я переживаю. Я говорю, а кто-то скажет, волноваться и переживать плохо. Это вообще один из признаков того, что вы живы. Но ведь часто говорят о том, что все болезни от нервов. Ну, это несколько упрощенный подход, но нервы так или иначе задействованы. Это вот как раз говорит о стрессе. То есть ты можешь болеть, но если твое отношение к болезни, да, оно, ну скажем так, неконструктивное, или так, неэффективное по отношению к самому себе, тогда вся твоя симптоматика просто увеличивается в степень. То есть ты как бы сам начинаешь агравировать ситуацию. Потому что во время стресса выделяются гормоны кортизол, адреналин, которые блокируют воспалительный процесс. Потому что во время стресса ты должен воевать, да, тебе некогда там заживляться, как бы, да. И вот это большая проблема, конечно. Ну, говорят ведь о том, что прожил этот промежуток на адреналине, то есть ничего не чувствовал. Часто говорят, кстати, и солдаты, которые участвуют в боевых действиях, что вот в тот период на адреналине они там не чувствуют боли, или, по крайней мере, у них болевой порог снижен. Это некоторые солдаты. А другие солдаты, да, получают так называемый военный синдром, да, то есть который, ну, вот о нем, наверное, лучше. Ариэль расскажет. Но это последствия, ведь не в тот же момент это все происходит. Ну, наверное, это скорее следствие неправильного отношения, агравации, опасности. Но это тоже травма, получается. Безусловно, да, это тоже травма. То есть физическое и психологическое, они в чем-то похожи? Во всем похожи, в принципе. Просто это разный уровень. Для меня всегда в травме и в ее последствиях участвует такой фактор, как напряжение. Вот почему мы часто друг к другу направляем пациентов. Потому что я вижу, что человек, с одной стороны, нуждается в моей помощи, а с другой стороны, я вижу, что как результат длительного напряжения, какой глагол применить, человек, как-то его структура искажена, он перекошен, у него какие-то видимые глазом зажимы, у него болевые ощущения чисто физически. Я понимаю, что здесь уже начинается поле деятельности Владимира, потому что восстанавливать эту структуру – это дело остеопатии. Ведь когда человек психологически напряжен, он ведь и физиологически напряжен, потому что наши мышцы уже не расслаблены, как при опасности. Например, человек, у него все сжимается. И я вот просто помню эпизод, когда меня окружили несколько собак, и я в тот момент прекрасно понимал, что в этот момент я забор перепрыг, если что-то понадобится. Это была очень такая... Но они, слава богу, отошли. Но, тем не менее, чувствуешь, что все мышцы у тебя уже готовы к какому-то прыжку. Но, видите, вы позитивны, вы верите в себя. Есть люди, которые не верят, что перепрыгнут забор. Тогда было очень позитивно, было довольно страшно. Да, тогда они будут и покусанными, и ещё заболевшими. Что такое напряжение физическое, на мой взгляд? С одной стороны, это некая защитная броня. С другой стороны, мне кажется, реакция страха, что такое страх? Жаль, они уменьшатся. Вообще, стать меньше, наименее заметными и, соответственно, менее уязвимыми. И покинуть зону, которая вызывает вызывания. В кабинете, кто может дома самостоятельно. И очень часто люди просто сбросили первое поверхностное напряжение, уже чувствуют себя спокойнее и лучше. Но ведь часто есть взаимосвязь между физической травмой и психологической, потому что физическая травма и чувство дискомфорта вызывают потом, может спровоцировать депрессию и так далее. Очень сложно отследить, где начало. То есть, допустим, приходит пациент, который, в общем-то, он находится в неврозе и с определёнными жалобами. Например, он часто дышит. Вот есть такой распространённый синдром гиперветиляции. Вегетисосудистая дистония – это что? Ну, это такое… Это называется… Любое заболевание вызывает, в общем-то, вегетисосудистую дистонию. Это нарушение циркуляции сосудистого тонуса. То есть, при любом заболевании нарушение она есть. Просто это название симптомокомплекса чаще всего связано с какими-то душевными переживаниями. Ну, допустим. И очень сложно разобраться, с чего всё началось. Или он каким-то образом начал загружаться психологически, и в результате этого у него появились нарушения на уровне тела, соматические так называемые. Или наоборот. То есть, у него появились какие-то нарушения в теле, которые он не мог правильно объяснить, и стал тревожиться по этому поводу, и потом стал бояться собственных страхов. И у него появился синдром гипервентиляции. Поэтому мы вдвоём и работаем с Ириэлем. Потому что иногда мне сложно… Ну, даже не сложно, мне легче с ним. Потому что какие-то вещи, может быть, я не знаю, не отслеживаю. И я вот абсолютно считаю, что очень важно осознавание. Осознавание того, что с тобой происходит. Он должен быть как бы правильным. Ты так должен осознавать жизнь вокруг себя, чтобы ты лучше становился, а не хуже. Ну, это то, что помогает сделать уже психиатр и психотерапевт. Ну, все вместе, но в основном, безусловно, психотерапевт. Это же его поле. Или я не прав? Я думаю, что, во-первых, во многих случаях уже не так важно выяснять, чтобы первично – психологическая травма или физическая. Потому что все эти симптомы накладываются друг на друга, и понятно, что это надо лечить. То есть установить, чтобы первично, может иметь такое чисто научное значение, но для отдельно взятого пациента это не так важно. Во-вторых, ну, травмы, мы знаем, они что психологические, что физические, они бывают острые, и они бывают хронически затянувшиеся. Острая травма – это неважно. Это утрата кого-то близкого, это неприятности, увольнение с работы, разорение, пожар дома, что угодно. Фольс-мажор. Да, это острая травма. Наверное, любая хроническая травма когда-то была острой. Наверное, допустим, травмированные психологические дети тоже, когда это был поток острых травм, которые превратились в нечто хроническое и запущенное. Вот сейчас же, в последнее время, уже понятие посттравматического стрессового расстройства трактуется уже расширенно. Оно подразумевается не только солдаты, пострадавшие в боевых действиях. Уже сейчас мы говорим о том, что дети, которые жили дома как на войне, как в концлагере или как в тылу врага, то есть в дальнейшем то, что с ними происходит, это те же симптомы фактически. Ну и врачи скорой помощи, пожарные, люди, которые сталкиваются с какими-то травмирующими событиями, тоже попадают под эту категорию насколько-то. Ну это какие-то профессиональные расстройства. То есть это не посттравматика такая классическая? Ну что нет. Скажи, Володя, вот у тебя когда возникает ощущение, что стоит направить человека ко мне? Когда, ну, наверное, тут лучше всего слово подойдет застревание. Вот если я начинаю разговаривать с человеком, и я вижу, что он начинает застревать в твоих рассуждениях на чем-то. То есть он перестает быть конструктивным. Наверное, вот эти два слова, если я чувствую, что вот это начинает происходить, я понимаю, что человеку нужна психологическая помощь, то есть нужна точка опоры, именно как бы используя которую он мог бы начать эффективно мыслить. Такое, извините, что перебил, это сложный момент, потому что когда Ариэль отправляет к вам, психологически это человеку проще принять, потому что он приходит к психотерапевту, к психиатру, и его отправляет к остеопату. Когда человек приходит к остеопату, и его отправляют к психиатру или к психотерапевту, мне кажется, здесь может сработать вот этот психологический барьер. Я не отправляю, как бы, вот это слово, я его… Рекомендуйте. Ну да, но это важно, вот со словами очень важно, потому что если отправлять, то это плохо, да, Я даже не подвожу, да, я просто раскладываю ситуацию таким образом и предлагаю человеку выбор, просто какой-то способ существования, скорее так. Мы в своём лечении, в остеопатии тоже это делаем, да, то есть мы как бы не навязываем телу что-то, мы предлагаем. И здесь очень важно, чтобы человек сотрудничал. Если он сотрудничает, всё происходит. Если нет, ну, мы ждём до следующего обострения, пока он начнёт с нами сотрудничать. Но, тем не менее, рекомендация есть ли? Мы с Реэлем неоднократно эту тему поднимаем, что культура, конечно, меняется, восприятие меняется, но, тем не менее, когда есть рекомендация, поступает обратиться к психотерапевту и психиатру. Есть проблемы сейчас у пациентов это принять и пойти? Очень много проблем, и люди приходят, очень много людей просто в неврозах по разным причинам, в ситуационных каких-то неврозах, да, то есть, ну, ведь огромное количество информации, ну, скажем так, негативной, да, которая людей грузит. И я считаю, что это абсолютно нормально, если человек обращается за помощью к психотерапевту. Мы просто испытываем, я извиняюсь, сопротивление, это сопротивление, я сам, да, это меня будет унижать, да, я, моё эго, оно мне говорит, нет, ты сам справишься, да, то есть, иначе ты просто, у тебя будет фрустрация какая-то, да, то есть, ты будешь неудовлетворён, это за тебя сделать. В общем, всякие разные придумывают объяснения, лишь бы не идти туда. Я заметил интересную вещь, часто люди, которые звонят от Владимира, мне говорят, мне к вам посоветовал обратиться остеопат доктор Бомбинков. Я говорю, ну, а вас самого что беспокоит? Ну, доктор сказал сходить. Доктор сказал надо. Я говорю, ну, что ты сказал, это я понимаю, но, очевидно, доктор увидел, что что-то вас беспокоит, что-то с вами не так, иначе вряд ли он просто так. Ну, доктор сказал, я ей звоню. То есть, людям сказать, что мне от того-то плохо, у меня есть какие-то тревоги, страхи, какой-то жизнедискомфортный, тяжелый. А вот есть прекрасное объяснение. Доктор сказал, я ей звоню. Ну, они лукавят немножко, потому что они же, это первый звонок, они не знают, поэтому они как бы мост налаживают таким образом. Я думаю. Ну, это повод, ведь, все-таки позвонить врачу-психиатру и сказать, знаете, доктор, у меня проблема, учитывая, ну, тех людей, у которых нет этого опыта, мне кажется, психологически легче сказать, мне доктор сказал пойти к вам. Конечно. Хорошо, разберемся уже там, соответственно. Ну, да. Я думаю, что вот то, что интересно Владимир сказал, он направляет ко мне, когда люди застревают. Я это называю, когда человек уже прочно поселился в пространстве травмы. Он старается адаптироваться как-то, он пытается для себя это как-то объяснить, смягчить. Ну, не знаю, взять человека, поселить в какой-нибудь барак, где голые доски на полу и продувают, он будет как-то выживать волей-неволей. Будет затыкать травой какие-нибудь щели, он будет там собирать какую-нибудь траву на пол. Человек также обживает пространство травмы. Он из него, вот что важно, он из него не выходит, а обживает. И, естественно, для этого тело и психика начинают перестраиваться под это, чтобы отвечать запросам травм. А он не выходит потому, что острую боль не хочет испытывать при выходе? То есть, так комфортно в этом хроническом состоянии? С моей точки зрения, он, во-первых, не совсем понимает, во-вторых, ему вот этот вот знаменитый выход из зоны комфорта, который, как мы уже как-то говорили, на самом деле это зона хронического дискомфорта. Он из-за хронического дискомфорта не хочет выбираться чисто психологически, очень видно. Потому что, чтобы с ним добраться до каких-то истоков, он снова и снова ходит по кругу симптомов, снова и снова пересказывает симптомы, застревает в них. И выйти за эти рамки очень сложно. Вот, наверное, у Володи с точки зрения физической тоже что-то похожее происходит. Я думаю, что мы подошли как раз к такому слову, которое называется компенсация. Если мы вернёмся к воспалению опять, то есть задача воспаления – убрать всё чужеродное и восстановить целостность. Если чужеродное невозможно убрать, тогда оно инкапсулируется. То есть и это уже компенсация. То есть это не полное выздоровление, а компенсация. И вот эти компенсации, да, то есть это тоже очень важный процесс. Допустим, если ты не в состоянии избавиться от чего-то, или психологически, или физически, ты вынужден с этим как-то жить, приспособиться. И очень важно, насколько твоя компенсация успешная. И поэтому, допустим, к нам приходит очень много людей, скажем, на грани того, что все их компенсации сыпятся. Потому что они набрали их столько много, что, ну, скажем так, силы организма не в состоянии поддерживать то, что на это надо ресурс отдавать, да, то есть всё время. Мы создаём напряжение, скажем, не можем от него избавиться, мы уже потратили энергию, потом мы тратим энергию на компенсацию, мы преодолеваем и радуемся. То есть два раза потратили денег, да, на то, что мы там придумали плохого, да. То есть вот такой бизнес, да, нехороший. Поэтому очень важно, да, в этих компенсациях тоже помогать человеку, да. Допустим, не всегда надо пытаться устранить что-то. Может быть, сначала на первом этапе нужно помочь человеку как-то с этим начать вообще работать, да, понять, что это у него есть что-то, какое-то напряжение или ограничение. Опять же, неважно на каком уровне, или это душевные страдания, или это телесные. И потом потихонечку попытаться, как говорили китайцы, хочешь иметь власть над понятием, придай ему форму. Вот примерно так, наверное. Но здесь можно провести аналогию с хирургией, то есть не всегда нужно сразу скальпель использовать, чтобы что-то вырезать. Ну, в каждом конкретном случае по-разному. Есть показания, то есть, допустим, если структурные изменения уже выражены, и никакие формы лечения консервативного не помогают, надо провести хирургическое лечение и лечить пациента дальше. Вот это ключевой момент. Надо принять обезболивающее, если необходимо сотрудничать с человеком, или, допустим, какие-то лекарства, которые успокоят человека и опять лечить человека дальше. У нас вот этой второй части нет, к сожалению. Мы принимаем обезболивающее, мотивация пропадает, боль ушла, мы живем дальше. Или, например, человек живет до последнего, когда уже надо оперироваться, пока не болит, он не будет ничего делать. Вот это вот плохо. Хочу проиллюстрируют на своем примере. Значит, компенсации. У меня сколько-то лет назад, у меня напрочь износился, к сожалению, тазобедренный сустав. И я, Володя мне помогал сколько мог, но я все откладывал в операцию. Кто любит операции? В итоге у меня как-то перекосился позвоночник, поясница и все на все эти. В итоге я дошел до этой операции, и у меня опять снова стали ноги одинаковой длины. И я обнаружил, что спина опять болит. И Володя сказал, что ты хочешь. У тебя спина долго привыкала, ты же ходишь на ногах разной длины. И все это перестраивается обратно, и это опять приходит к боли. Вот это опять происходит сначала одна компенсация, потом другая компенсация. То есть вы жили в своей травме, можно так сказать? Да, то же самое, что-то схожее происходит. Я думаю, что на самом деле у людей навязчивые мысли, может быть, даже панические приступы и различные тревожные проявления – своеобразная такая патологическая форма компенсации. То есть эта тревога, которая тебя разрывает на части, она находит в себе точки приложения. Она должна хоть куда-то деваться. И она находит точку приложения в виде навязчивости, ритуалов, которые надо исполнять, в виде панических состояний, которые дают тебе возможность объяснить себе и выстроить свою жизнь определенным образом, ну и приспосабливаясь к такой панике. Это были пациентки, которые по 7 лет из-за этих панических состояний выходили из дома. Но при этом вся семья, это тоже называется компенсация, вся семья была подчинена их психологическому состоянию. Их должны были водить из дома и домой, с ними должен кто-то находиться. То есть своего рода компенсаторная окружающая среда. Вот какие-то очень схожие вещи. Теперь сделаем небольшой перерыв, чтобы вернуться и продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели», которая сегодня в консилиум недели. Раз в два года у нас получается такая. Может быть, чаще будет, кстати. Дарья Лезник-Мартов у нас в студии. Владимир Руменков. Да, сегодня два врача на квадратный метр. Звоните нам в 672-12-93-9 и 672-13-93-9. О травмах мы сегодня говорим. Пишите также в WhatsApp 230-6191. Ну, вот продолжая наш разговор. Я что вспомнил, кстати, пока была пауза. Вот Володя упоминал о воспалении. Да. Уже несколько было статей, где замечали, что, во-первых, обычные противовоспалительные, парацетамол, ибупрофен, иногда помогают снижать тревогу, помогают снижать какие-то депрессивные проявления, что тоже ощущают в каком-то воспалительном процессе при этом. И более того, была интересная статья, что люди, пьющие парацетамол, становятся более глухи к страданиям ближних. То есть, это тоже кто-то притупляет их старту, их воспринимает. Ну, если есть воспаление, ткнешь туда пальцем, тебе будет больно, скорее всего. Если ты голодного не разумеешь. Да, часто воспаление снимается, и чувствительность к чужим болям, душевным, физическим тоже уменьшает. Очень интересная связь, мне кажется. Но здесь, мне кажется, речь идёт о том, что человек просто ему лучше становится, он становится спокойнее. Можно здесь привести такую аналогию? Я бы не говорил лучше, ему становится спокойнее. Ну, он чувствует себя лучше, но мы понимаем, что речь идёт только о симптомах. Человек похож на собаку, которой перевязали лапу. Она ей мешает, вот эта лапа, и она будет срывать повязку. Это примерно так же. То есть, в силу своей неграмотности, мы воспринимаем неприятные ощущения, как врагов, и мы хотим от них избавиться. На самом деле, эти неприятные ощущения, они диктуют нам поведение определённое. То есть, если у тебя боль в спине, тебе говорит, вот это делай, вот это не делай, вот это ты можешь делать, вот это нет. Но эта боль человеку нарушает его привычный жизненный стереотип. Он не может пойти на работу, не может отказаться от каких-то вещей совершенно наносных, потому что там будут нужные люди, ему там надо быть. И таким образом, да, он всячески старается избавиться от боли и ставит организм в такие жуткие условия, что внутренний доктор должен, исходя вот из его неправильного поведения, хоть как-то его вылечить. Потому что лечат не лекарства, а обезболивающие. То есть, во время приёма обезболивающих лекарств организм за это время что-то придумывает. И поэтому приписывают как бы победу обезболивающим лекарствам, а на самом деле это организм успел за это время что-то сделать. Понимаете разницу? Ну да, обезболивающие не лечат. Конечно. Более того, они ещё достаточно вредны. Ну, лучше перебирать туда. Но иногда они необходимы. Так же, как и когда высокая температура, когда, допустим, реакция зашкаливает, тогда действительно нужно это отрегулировать. Так же, как и рациональной терапией невозможно вылечить человека, у которого там какой-то реактивный психоз и так далее. Потому что есть вещи, которые действительно нужны. Контроль какой-то нужен. То есть, в виде лекарств или каких-то процедур. Так или иначе. Но бороться не всегда надо с неприятными ощущениями. Может быть, они настраивают вас на философский лад. Вы будете лежать и думать, правильно вы живёте или нет. Здесь ведь всё-таки, как мне кажется, срабатывает такой психологический момент, когда у человека высокая температура, но её ещё не нужно сбивать. И нам плохо. Мы лежим там 38,5. И хотим, чтобы этого не было. И, соответственно, человек чувствует себя разваленный. Здесь срабатывает уже психология. И он хочет почувствовать себя снова здоровым. Он берёт тарафлю или какой-то другой мощный препарат, сбивает себе температуру. И вроде возвращает себе иллюзию этого хорошего состояния. Это хорошее объяснение. Но, тем не менее, что с психологией-то? Мы ведь не хотим чувствовать себя плохо. Получается, что наш мозг, наше сознание, наши даже бессознательные идут против того, что нам сигнализирует организм. Вопрос, какой ценой мы это плохо избегаем. Я хочу сказать изначально, если бы мы заговорили о травмах, я выскажу свою точку, и Володя скажет свою. Травма же не всегда плохо. Как известно, полное отсутствие стресса – это очень плохо. И мужчины украшают шрамы. Ну, это уже брутальные крайности. Но, в принципе, что такое наш рост и развитие? Ни один ребёнок не вырастает в тепличных условиях. Если вырастает, то очень плохо. В нашем развитии есть постепенное преодоление различных травм. То есть травма даёт нам, развивает наши адаптационные способности, я бы так сказал. Переживает травму. Иммунитет, получается. Да, переживает травму, справляясь с ней. Ну, кстати, как говорил мой тренер в зале, он был на лекции какого-то спортивного врача, я не знаю, как теорию согласиться с Володей или нет, он говорит, что такое мышечный рост. Это когда человек качается с весами большими, происходят микротравмы. Какие-то мышечные волокна микро рвутся, там на их месте происходит зарастание, туда накапливается ещё больше белка, и мышцы начинают растить. Типа фиброза, что ли, получается? Я не знаю, чего. Не-не-не. Ну, я бы не совсем так согласился. Может быть, да. То есть, может быть, но нет. Думаю, что нет. Люди качаются. Это обычно боли. Они ещё после этого активно едят всё, что им нужно есть, и мышца растёт. Вот эта травма залечивает спортового строя материала. Вот такое самое примитивное объяснение. Да, это есть этот элемент. И вообще тело устроено по такому принципу, что структура функцию определяет, функция на структуру влияет. Если ты чем-то занимаешься, то в конце концов, так или иначе, у тебя появляются навыки, и тело подстраивается. Вот сейчас у меня есть две какие-то… Вот я хочу сказать две вещи. Первая вещь – это эволюция Дарвина, все знают. А была ещё теория Ламарка, по-моему. Это теория тренированных органов и так далее. То есть, животные тренируются, у них появляются новые навыки, они закрепляются, скажем, потом. А второе я хочу сказать про стресс. Что стресс – это, можно сказать, такая реакция, которая как бы как шаг назад. То есть, для того, чтобы освоить что-то новое, ты как бы уходишь, ты как бы свою эффективность снижаешь, для того, чтобы потом ты мог освоить другие навыки. Это тоже… Стресс – это своего рода выход из зоны комфорта. Нормальный, природный, задуманный такой способ выхода из зоны комфорта для того, чтобы потом получить что-то новое. И тогда, если он позитивный стресс, эо-стресс так называемый, тогда вот работает этот принцип «все, что нас не убило, сделало сильнее». То есть, для того, чтобы мы стали сильнее, мы должны испытать этот стресс, сделать шаг назад, небольшой в своем революционном развитии. Поэтому, ну вот… Ведь часто очень тяжело, как раз многие люди говорят, что они не хотят что-то менять в своей жизни, потому что, вот кажется, вот есть некое что-то стабильное, и, соответственно, я не буду выходить, потому что вдруг не получится. И, соответственно, для того, чтобы сделать что-то новое, всегда нужно испытать вот эти, может быть, неприятные ощущения. Ну, любые занятия, чем угодно, спортом, изучение языков, вообще любое обучение – это преодоление стресса. Это столкновение с неизвестным, это испытание дискомфорта, испытание, не знаю, неудачи, сравнения себя с кем-то и так далее. Поэтому, да, преодоление стресса и преодоление какой-то травмы – это фактор развития. И профилактика от Альцгеймера, говорят. Ну, кто его знает. Но это не доказано. Будем надеяться на это. Ну, в любом случае, если вы будете заниматься профилактикой Альцгеймера, вы можете достичь много других позитивных результатов в других областях. То есть, выучить языки? Да, конечно, естественно. То есть, с Альцгеймером мы об этом забудем, но, по крайней мере, мы хорошо пройдём время до Альцгеймера. Вы говорили о том, что травма может иметь позитивные аспекты. Вот как определить, когда эти аспекты позитивные, и как понять, что травма уже разрушает? Где эта грань проходит? Это, если с точки зрения той же психотерапии, психиатрии, это очевидно, когда человек в итоге впадает в зависимость, и когда человек впадает в депрессии, которые уже не дают ему возможности не то что развиваться, а просто нормально существовать. То есть, когда уровень боли превышает все возможные позитивные факторы, и человек начинает разрушаться на глазах. То есть, боль управляет уже? Боль разрушает и подавляет. Они дают тебе возможности осознавать, что происходит. Ты пытаешься жить, ну, не знаю, как человек, которого бьют ногами, он уже просто потерял надежность, просто лежит и прикрывает голову руками. То, что-то пока человек капитулирует перед таким состоянием, это очень схожая картинка. И там уже компенсации не работают, да? На этом уровне все-таки. Ну, если мы говорим о душевных болях, то безусловно. Аналогии здесь прямые, как мы видим. Да, но если мы говорим о телесных болях, да, то, конечно, на уровне тела все как бы более, ну, скажем, более показательно. То есть, любая травма на уровне тела – это нехорошо. Если есть возможность от нее избавиться, надо избавляться, да? То есть, если ты не можешь, значит, надо приспособиться максимально эффективно. Да, для этого существует, ну, достаточно много разных методов и реабилитологи. Молодец, да. Вот это вот слово, да, есть. Те, которые восстанавливают. Да, те, которые восстанавливают, да. То есть, человек должен просто сотрудничать, и все. С душевными переживаниями, конечно, сложнее здесь все, да. Здесь, ну, трудно сказать. Ну, с одной стороны, мне кажется, что боль все-таки, она мотивирует человека, да. Но если он как бы ставит ее целью, вообще, да, то есть, допустим, вот у нас, скажем, в остеопатии, люди говорят, мне надо расслабиться. Но расслабиться, напрячься, сократиться, там, растянуться – это инструменты. А, в принципе, человеку надо достичь баланса. И поэтому, когда человек говорит, надо расслабиться, то есть, он как бы целью своей жизни ставит инструмент для достижения цели. То есть, совершенно неправильно, да. И, естественно, он не достигает никогда успеха. Это все равно, что вам надо забить гвоздь, но целью, да, вашей жизни – поиск молотка, допустим, да. А если молотка нет, то забить гвоздь другой части. Ну, может быть, поиск золотого молотка, не знаю, или какого-то. Вот вам все молотки никак. А гвоздь не забить. Здесь есть ведь еще один аспект, мне кажется, это ожидание травмы. Потому что, если мы говорим, например, об онкологических диагнозах, многие люди боятся боли, которые будут испытывать, если это заболевание, допустим, у них или у их близких диагностируют. И хотя онкологи говорят, что далеко не всегда рак сопровождается сильной болью, но вот это такая латентная травма, вот этот страх, который формируется, переходит уже в разряд. Ну, у каждого, наверное, свой страх есть, своя фобия. Ну, я как такой пример сочетания психологического и физического сейчас. Ну, что страхи при онкологии, что есть многослойные страхи. Я увлекаю себя массу людей. Это же первое, что это страх за жизнь. Страх боли – это нечто сопутствующее. И я думаю, как раз история с онкологией – это, я вот назвал это, травма, которая инфицирует, травма, которая передаётся человеку к человеку. Вообще травма, скажем, в психотерапии, в отличие от остеопатии, травма заразна. То есть человек, который травмирован… Это передаётся. Человек, который травмирован сам в детстве и вырос потом, опять же, на пространстве травмы и в ценностях травмы, то травму передаёт дальше окружающему людям. Мы это видим сплошь и рядом. Человек передаёт её своим детям, человек передаёт её своим партнёрам, где угодно он может найти способ, естественно, бессознательно её передать. Потому что его ценности – это травмированные ценности. И они тоже автоматически передаются. Не воздушно-капельным путём, но тем не менее. Но как быстро? То есть есть ли у людей иммунитет, соответственно? То есть можно ли здесь приводить такие аналогии? То есть как быстро человек может травмировать другого человека, передав ему ту информацию, о которой вы говорите? Если речь идёт о другом взрослом человеке, то человек может обладать каким-то базисом, который позволяет ему противостоять травмированию, защищать себя. Если речь идёт о ребёнке, то ребёнок, к сожалению, беззащитен, потому что у него этому иммунитету взяться неоткуда. Хотя есть, говорят, какие-то вещи, которые кто-то ломается, кто-то выживает. Но я думаю, что травма, заразная травма, инфицирующая травма, это то, о чём стоит думать всегда. Потому что я бы сказал, что есть люди, которым просто по их, как с коронавирусом, им просто показан карантин. Когда ты не разберёшься со своей травмой, будь добр. Запрись где-нибудь сам с собой, с психотерапевтом, и не выходи, пока не поймёшь, что ты уже более-менее безопасен для окружающих людей. То есть в этом смысле психологическая травма опаснее физиологической? Ну нет, я бы так не сказал. То есть это из серии на какой руке больнее, на правой или на левой. То есть всё равно это часть, это как бы, это часть организма, часть тела, целостность. Потому что эмоции – это тоже в теле. Всё в теле, так или иначе. Это мы условно поделили. Вот у нас есть физический, эмоциональный этаж, ментальный, духовный и так далее. В общем-то, это единое целое. Неважно, на каком этаже это случилось, это случилось в этом доме. То есть, ну, смотря как мыслить. Да, но, скорее всего, травма, с которой работаешь ты, не передаётся окружающим, не инфицирует окружающих. Ну, вот как сказать? Вот, например, дети копируют своих родителей. Если дети, если родители дома, как бы, у них, ну, скажем так, мягко говоря, культура движения не очень, да, то есть, они ходят, сутулятся и так далее, и дети тоже так же, они их копируют. Вот, пожалуйста, инфекция. Да, согласен. Но это всё равно психологически получается. Нет, ну, имеется в виду, что у ребёнка пример. Подражание, скорее. Подражание. Это как система ценностей, да, вот о чём говорил Ариэль. То есть, если она есть, она тебя защищает и продвигает. Тогда ты не можешь инфицироваться от человека, он тебя не может загрузить, скажем, да, какой-нибудь, да, там, как говорят, там, психологический вампир, да, так простым языком. Точно так же, если ты растёшь в среде, где, как бы, высокая культура, скажем, физическая, да, люди правильно двигаются, думают об этом, да, делают гимназии, ну, вообще, как бы, живут правильно, да, и ребёнок также, для него это само собой разумеющееся. Вот говорят, белая кость, он, как бы, в крови у него, да, осанка и всё такое, ну, как в крови. Ну, он с детства, да, вот видит, что все сидят прямо красиво и красиво едят, и для него это нормально, это его контекст. Вопрос воспитания. Вопрос воспитания, конечно, безусловно, да, совсем так много говорили и такое простое слово, в конце концов, да. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору, у нас ещё несколько минут остаётся до конца эфира. Мы говорим о травмах сегодня, физиологических и психологических, и, как видим, очень много совпадает в этом смысле. Когда люди в пространстве ждут друг друга, неважно, дети, родители, даже друзья. Вот мы с Володей дружим уже больше 30 лет. Ужас. Да. И при этом большую часть мы общаемся и как друзья, и большую часть мы общаемся как коллеги, обсуждая какие-то интересные случаи и так далее. Мы уже друга часто понимаем с полуслова. Звонок у нас, попробуем понять с полуслова нашего слушателя. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот сейчас перевод в школу на матышский язык испытания, что давление, давление психологическое на детей, даже в детском садике. Как традиции в будущем? На матышский язык вы имеете в виду? Для изучения языка потребуется издевательство идет. Да, спасибо. Вот я попробую ответить. Вот у меня внучка, она ходит во французский детский садик, но они здесь живут, и язык общения русский. Например, у нее два языка. Я в этом ничего плохого не вижу. Я думаю, что совершенно нормально, если ребенок с детства может изучать два языка. Вопрос просто формы в какой-то происходит. Если действительно есть какое-то психологическое давление в том месте, где в детском саду, тогда, конечно, это плохо. Но если это все идет на позитиве, на нормальных каких-то ну, скажем, таких очень хороших мотивациях, ну, я только за. это же нормально, мне кажется. Ну, что надо разделять здесь политическую составляющую всего этого и практическую составляющую. Естественно, требуется уровень педагогов. Наверное, для ребенка, потому что маленький ребенок, ну, для него пойти в садик говорить по-латышски это примерно такой же стресс, как просто пойти в садик в незнакомую компанию. Кто-то будет стесняться и прятаться по углам, кто-то будет легко встраиваться, но в общем-то я думаю, что дети куда быстрее справятся с этой проблемой, чем вопрос еще раз политических манипуляций, это отдельная история, даже здесь примешивать не хочу, но я думаю, что дети от двух- или трехязычного воспитания и образования ничего не потеряют. Ну, кстати, лингвисты также высказывают такую точку зрения, что на самом деле это очень неплохо сразу освоить в детстве несколько языков таким образом. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Лариса. Да, Лариса. Простите, я не совсем по теме, но очень-очень вопрос такой больной задал предыдущий звонивший. Можно я, как логопед, выскажу коротко свое мнение по этому вопросу, потому что... Высказывайте, у вас секунд 20 примерно есть. Да, спасибо. Ваш гость, остеопат Владимир, отвечая на вопрос звонившего, двух слов определил или обозначил суть проблемы. Он сказал так, вот моя внучка, и дальше я могла не слушать его доказательства, что как это легко и просто овладевать вторым языком. Все, кто говорят, что ой, как это просто и легко, извините, не только вы, Владимир, начинается вот моя дочка или моя внучка. Пожалуйста, широкая публика и специалисты, врачи, принимайте во внимание два условия второго языка. Первое. Девочки и мальчики по-разному овладевают речью. В большинстве своем, в большинстве своем, не 100% мальчикам трудно дается усвоение устной, письменной и так далее речи. И второе. Существенное значение играет среда. Будет среда, будет второй язык. Легко и просто. Да, спасибо вам. Вот такой комментарий. Комментарий принес к себе. Да. Еще звонок, успеем принять, что нам звукорежиссер подсказывает, да. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, здравствуйте. Добрый день. Вадим, вот небольшая реплика в вашу сторону. Во всех вопросах, обсуждениях, когда вопрос касается языка, всегда идет перетягивание на формулировку, что изучить второй язык неплохо детям. Безусловно, неплохо, кто бы спорил. Но здесь-то вопрос ставится. Константин, давайте по теме у нас сегодня говорите, что хотелось сказать, потому что у нас мало времени. Это логическое, не надо со мной одновременно говорить. Так, Владимир, не надо мне указывать, как с вами разговаривать, поэтому будем выключать. Ну что ж, нам время подводить итоги тогда нашей программы сегодня. Ну, что мне кажется, если резюмить эту программу, скажу свою часть, Володе свою, на свете очень мало безнадежных травм. У нас, к счастью, есть огромные адаптационные способности. Я уже не говорю о детях, которые легко адаптируются к изучению языков, к образованию другого языка и так далее. Я говорю о взрослых людях, которые преодолевают, я не знаю, с древних времен человек адаптируется, преодолевая психологические стрессы, физические травмы и так далее. Я думаю, что всё, что мы можем понимать о травмах и знать о травмах, это то, что есть тот предел, в котором... Любая травма – это сигнал, для того, чтобы обратить на себя внимание, прислушаться к себе, неважно, психологическое или физическое. И любая травма может быть использована для адаптации во благо и для саморазрушения. Вот на что человек отдан критический ум, чтобы попытаться отличить одно от другого. Это и в психологическом смысле, и в физиологическом смысле. Ну, я бы хотел пожелать всем, чтобы все люди познавали себя. То есть, это интересный мир. Понять, как работает человек. Для этого не надо учиться 15 лет. Можно на самом простом уровне, по крайней мере, разобраться, что тебе полезно, что тебе вредно, и учиться принимать сигналы тела, которые на тебя посылают, и попробовать с ними работать, и не избавляться от них. Вот мое пожелание. Ну, что ж, на этом мы сегодня закончим программу «Диагноз недели». Спасибо, что были с нами. Всего доброго, до свидания.